Всем привет, вы на канале Суперкит. Где-то с год назад я купил себе комп HP 6200 Pro SFF, задачей которого было медиа-оснащение моего телека. Тогда делал обзор состояния компа и рассказал о его необычности. Кому интересно, ссылку оставлю в описании и в рекомендации видео. А в этом видео больше на этом останавливаться не буду. Вообще, в том числе покупкой этого компа, если так можно выразиться, я производил компьютерную реформу, отказался от печки FX8350, отказался от использования дискретных видеокарт и сделал выбор в пользу максимальной тишины при работе компов. На место основного зашел комп на базе i5-3475S. Это проц третьего поколения на сокете 1155. А на медиа комп стал упомянутый ранее, который также с сокетом 1155, но второго поколения. Здесь стоит Pentium G850. Поскольку процессорный ряд обновляется беспрерывно, то сокет 1155 заметно просел в цене и мне стало интересно обновить медиа-компьютер. Я не могу сказать, что мне прямо катастрофически не хватало Pentium, но все уже подошло к максимуму. Например, пока в футболе перерыв, я выключаю звук и хочу посмотреть видео на YouTube. Так вот в 1080p в 50-60 кадров это бывает уже проблематичным. Онлайн футбол плюс YouTube уже нагибали проц очень сильно. Решение обновить процессор принято, но на какой? Поскольку чипсет системной платы Q65, то он в принципе не предусматривает установку процов третьего поколения. Что для сокета 1155 как минимум в два раза срезает круг поиска. Чипсет уникальный, комп и системная плата тоже уникальны. Понятно, что любой целерон, пень, i3, i5 и i7 сюда по идее должны стать. И та пара процов, на которые я посматривал, а это i5-2500s и i7-2600s, это было бы неплохим увеличением производительности. Окончание S у процов означает, что они ограничены по тепловыделению. Это один из ключевых параметров для меня сегодня при выборе центрального процессора. Но i5 не так сильно что-либо изменит, а i7 стоит дороже этого компа. Вот я подумал впервые в жизни купить Xeon. Да, именно Xeon, а не Xeon, потому что хоть в английском языке и читается как Xeon, Xeon, Xeon. Но этот же Google переводчик в уже русскоязычном варианте читает как Xeon. Xeon, Xeon. То, что все вдруг правильно в кавычках, естественно, стали произносить название этого процца, вдруг став англичанами в третьем поколении, при этом зная лишь как на английском будет звучать кошка и собака, а также умея считать до десяти, аргументом не является. В английском языке много слов произносятся не так, как в русском. И почему-то слово Xeon никто не произносит как Xeon. И слово Xerox никто не произносит как Xerox. Хотя правило чтения здесь ровно то же самое. Но никто в русском языке почему-то не читает в английском варианте. Ровно так же, как никто не говорит, что столица Великобритании Лондон, а месяц октябрь. Хотя отмечу, что если бы обзор был на английском, то стоило бы говорить так, как это читается у них. Но обзор не на английском. Возвращаюсь к теме видео. Помня про необычность этого компа, иду на официальный сайт компании HP, которая произвела это чудо на свет. И вижу там поддержку лишь пяти процов. Причем того проца, с которым этот комп продавался, здесь нет. Что для меня лично в очередной раз показывает ущербность поддержки HP. Поверьте, сужу не по единственному вот этому случаю об этой фирме. И хоть я бы выбирал Xeon из второго поколения, все равно непонятно, будет он работать или нет. Пошел в Google, потратил невероятно много времени, чтобы найти хоть какую-то инфу про совместимость этого компа с Xeon'ами. Инфы очень мало. Для примера на всем YouTube я не нашел ни одного видео о такой совместимости. Хотя в целом видео про эту модель компа есть. Но все же я нашел важную инфу на одном из заграничных форумов. Там человек писал, что у него два таких компа. На одном из них версия BIOS 2.15, старая и древняя, а на другом 2.28. Наверное, на момент написания им поста самая новая доступна этому пользователю. На момент выхода этого видео уже доступна версия 2.30. И в случае с версией 2.15 все работает более чем прекрасно. А вот с версией 2.28 лишь 6 звуковых сигналов, которые говорят о том, что BIOS не распознает видеокарту. Но очевидно, что это вызвано неизвестным ему процом. То есть, представляете, компания HP выпустила новую версию BIOS, в которой укоротила список поддерживаемых процессоров. Чтобы люди не обновлялись и покупали новый комп. Это для тех, кто думает, что более новая версия прошивки чего угодно лучше, чем старая. Не зря производители материнских плат пишут, что если у вас все работает, то мы не советуем вам ничего обновлять. Естественно, первое, что меня заинтересовало, это версия моего BIOS. И насколько же я был приятно удивлен, что она у меня именно 2.15. Что и стало убедительной причиной рискнуть и поставить Xeon. Кстати, как и писал под видео об этом компе, которое вышло почти год назад, что установить неподдерживаемый проц, это далеко не всегда в случае, если проц не поддерживается BIOS, просто не заработало. Вернул старый проц и все вернулось как было. Лет 15 назад у меня был подобный случай, когда BIOS слетел именно по такой причине. А потом в течение жизни также встречал инфу, что я не одинок в этом вопросе. Более того, встречал такую инфу и про такой же комп, как у меня, только там человек пытался установить проц третьего поколения Intel, который точно не поддерживается. Но наличие уже хоть какой-нибудь инфы все же привело к заказу нового процца. Им стал Xeon E3 1260L. Если сравнивать процей, который был, который купил ему на замену, который есть в основном компе и парой процов, на которые посматривал, то видно, что выбрал весьма неплохой вариант. А что самое интересное, Xeon в два раза дешевле, чем присматриваемый i7-2600S, при том, что по характеристикам почти не отличается. К тому же, это самый мощный низковольтный проц второго поколения от Intel. Низковольтные проццы – это максимально мощные проццы с минимальным TDP. Они маркируются буквой T в названии. В случае Xeon буквой L. Мой новый проц имеет 4 ядра, 8 потоков, интегрированное видео, TDP 45 Вт. Xeon поддерживают до 20 линий PCI-Express и поддерживают ECC память. Посылка пришла, никаких сколов или оторванных SMD компонентов нет. В комплекте есть термопаста, но использовать я буду не ее, а MX-4. Думаю, можно приступать к замене. Сам проц такой же на вид, как и старый пенек. Ничего хитрого в замене нет. Снял охлаждение, почистил, протер растворителем остатки термопасты, нанес новую на процессор и вернул охлаждение на место. Если бы не видео, если бы не нужно было вертеть штатив и следить за картинкой на экране, то я думаю, это бы заняло буквально 5 минут. Один из плюсов этой модели системного блока заключается в удобных креплениях. Боковая крышка на защелках, а радиатор крепится винтиками под обычную отвертку, закрутить которые не составляет никакой сложности. Продолжение следует... 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 При полной нагрузке протс достигает таких же температур, как и пентиум, ТДП которого был выше. Это можно объяснить большим количеством ядер Уксиона, каждое из которых генерирует тепло, а также тем, что классификация по ТДП, хоть и относит пентиум к протсам, у которых ТДП 65 Вт. Но это не значит, что у этого пня так. Все-таки здесь лишь два ядра, а многие с четырьмя ядрами также относятся к этой группе по тепловыделению. По тестам в Аиде, протс ускорил немного работу памяти, а по баллам в CPU Queen перевалил за 30 тысяч. Для сравнения можно видеть возможности пентиума, который здесь был, а также уже упомянутого i5-3475s. Короче, теперь этот комп по протсу стал таким же, как и мой основной. Чуть позже попробую докинуть сюда еще оперативки, сейчас здесь лишь одна планка на 4 гигабайта. Не совсем пойму, как поступить с SSD, с одной стороны я его здесь использовал, но сейчас он перекочевал в мой главный комп, а с другой стороны есть интересный нюанс. Телек, который подключен к компу и который находится в ожидании включения компа, включается дольше, чем комп с SSD. А из-за этого комп при загрузке, не видя устройство вывода изображения, меняет разрешение экрана. А когда определяет телек, то меняет его обратно в выставленное для этого телека, но постоянно сдвигает мне все иконки на рабочем столе. А если загрузка происходит с винчестера, то телек включается раньше и такого трабла не происходит. Все это вообще случается, потому что я нажимаю на кнопку включения компьютера, он начинает загружать ОС, компьютер подает сигнал телевизору и тот также начинает включаться. Я получаю удобство включения в одну кнопку. Обойти проблему можно при включении с SSD, если сначала включать телевизор, а потом секунд через 10 компьютер. Что есть менее удобным вариантом. В общем, такая интересная у меня проблема, слишком быстрое включение компа при использовании SSD. Возможно, когда-нибудь будет найдена этому альтернатива. Главное, что хотел показать, это возможность обновки, возможность установить сюда процессор Xeon. Так что, если вдруг у вас такой комп, но я вижу, что он много у кого по количеству его присутствия на рынке б.у.компов, вот вам возможность расширить возможности. И хоть я гнался за проццом с минимальным ТДП, вас так делать никто не заставляет. Среди этих серверных проццов есть и помощнее моего. Главное, чтобы система охлаждения позволила потом это все остудить. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok